11-я школа города Бреста радушно приняла в своём новом и современном здании, ставшее уже традиционным, августовское совещание работников системы образования. Руководители школ, лицеев, гимназий и детских садов Бреста, а также представители администрации города, встретились, чтобы в дружественной атмосфере обсудить итоги образовательного процесса за минувший учебный год, а также определить цели и задачи на год предстоящий. Начальник отдела образования, спорта и туризма Анатолий Носков подчеркнул, что в целом круг актуальных вопросов не изменился. Однако пандемия внесла свои коррективы в учебный процесс. Всё останется по-старому, школа останется 11-летней, учебная неделя останется 5-дневной, школьная останется 6-дневной. Всё, система работает, система готова к началу нового учебного года. Можно смело сказать, что на встрече собрались единомышленники и люди, которые действительно болеют душой за общее дело. Были отмечены лучшие учреждения среднего образования, озвучены предварительные итоги вступительной кампании. Названы статистические данные по количеству призёров и победителей республиканских олимпиад. Не остались в стороне и вопросы успеваемости учащихся, а также тема развития дистанционных каналов обучения. Изюминкой мероприятия стало торжественное вручение наград и памятных дипломов лучшим работникам сферы образования. Стараемся с курса не сворачивать, идём тем же путём, стремимся к самым высоким целям. Поэтому всё по-прежнему, работаем в своём прежнем режиме, ни шагу назад, только к победам, только вперёд. Цель нашего педагогического коллектива – дать всем детям качественное образование и создать им возможность быть конкурентоспособными в нашем сложном, наверное, часто поворачивающимся в разные стороны мире, чтобы был какой-то внутренний стержень, чтобы человек всегда оставался человеком. Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук отметил, что основная задача, которая стоит сегодня перед педагогическим составом – это качественное образование и системный подход. К слову, выступление мэра разрядило официальную обстановку, прозвучали добрые слова и пожелания в адрес директоров школ. Александр Рогачук заверил, что сделать всё возможное в рамках своей компетенции, чтобы поддержать учреждения образования города Бреста в их работе. Каждый третий рубль городского бюджета – это рубль, который направляется на содержание системы образования, прежде всего, конечно, заработная плата педагогических работников. Поэтому мы обеспечиваем бесперебойное и регулярное финансирование всех этих расходов, и на настоящий момент никаких сбоев нет. Все учреждения образования готовы к новому учебному году. Самое главное, что мы имеем стабильный педагогический коллектив нашего города. Мы имеем замечательных управленцев, системы образования, прежде всего, руководителей наших школ, которые занимают активную гражданскую позицию, которые достойно несут звание брещанина, и которые весь свой талант, всю свою мудрость отдают своим детям.